Мы проделали много работы. Он красавчик! Да, да, ты должен был это сказать. Спасибо. Кстати, здесь всегда нужно благодарить режиссера. Да, да, он красавчик. Вы же видите, я не зря ему дал эту роль. Спасибо, спасибо. Расскажите, пожалуйста, кратко нашим зрителям о двух последних проектах. В чем была разница в подходе? Ведь фильмы довольно-таки схожи. Да, да, я понимаю эту схожесть. Там был Фредди Меркури, а здесь Элтон Джон. Но основное различие состоит в том, что «Богемская рапсодия» — это больше биографический фильм. Когда другой человек со стороны рассказывает эту историю, мы следим за этой историей. Наслаждаемся ей. Наблюдаем за развитием их карьеры и подъемом группы. Все это очень эмоционально. И, конечно, этот невероятный финал. А вот «Рокетмен» — это мюзикл. Музыкальная фантазия — это путешествие сквозь музыку Элтона Джона. Сквозь жизнь Элтона Джона. В широком смысле слова, это был вольный пересказ. И это абсолютно другой подход. Таким образом, фильмы немного похожи из-за главных героев-музыкантов, но истории абсолютно разные. И именно поэтому, я думаю, они одинаково завораживают и интересуют людей по всему миру. И я этим горжусь. Они все же не повторяют одни и те же клише, а работают по-разному. В прошлом году на этом самом месте мы общались с Брайаном Мэйем. И мы знаем, что он был сильно вовлечен в проект об агемской рапсодии. И вот нам интересно, а как сильно был вовлечен Элтон Джон в создание «Рокетмен»? Ну, Элтон Джон со своим партнером Дэвидом Фернишем разрабатывали сценарий еще 10-12 лет назад. А мы уже подключились к проекту около двух лет назад. Так что много работы здесь велось еще до того, как я подключился. Однако и я плодотворно поработал, чтобы создать этот мюзикл. И, конечно, я привнес свои идеи, свои ощущения, как рассказать эту историю. Но как только мы стартовали, у Элтона началось мировое турне. Он был занят и тогда сказал мне, «Делай пока так, как считаешь нужным». А когда пришло время, и мы показали черновую версию фильма, он был весь на эмоциях, сказал, что это шедевр, и затем мы представили фильм на Каннском кинофестивале. И он плакал, зрители плакали, мы плакали, и все были рады пережить этот фантастический момент. Но он поддерживал создание фильма с самого начала и благородно дал нам реализовать эту историю именно так, как мы этого хотели. А была ли у вас ситуация, когда Элтон Джон говорил вам, «Нет, ребята, меня не устраивает тот или этот эпизод». Нет, может быть, это было бы к лучшему, и история бы от этого только выиграла. Но вся прелесть в том, что Элтон фактически написал сценарий и доверил нам его реализовать так, как мы хотим. Была еще одна история с записью эпизода про Эллиса Пресли. Мы планировали эпизод про Эллиса Пресли. И Элтон сказал, «Это был важный момент в моей жизни, нужно добавить, добавьте его». А по сценарию я сначала думал показать Эллиса просто по телевизору. А Элтон сказал, «Нет, потому что моя мама подарила мне его пластинку, и это было важно для меня». Однако эпизод все равно не вошел в фильм. Ну, а в остальном все было гладко, без споров.